молодежь что вы устали слышать от старшего поколения вот я в твоем возрасте никогда ох уж эти дети и их чертовы телефоны мои родители сидят в мобилах гораздо чаще чем я я устал слышать жалобы людей на то что молодежь нынче ужасная они они ли воспитали эту молодежь такой какая она есть сейчас не верь всему что видишь в интернете говорили мои родители когда я был подростком в конце 90-х теперь мне уже самому приходится им это говорить я уже не отношусь к молодежи но мне надоело что некоторые представители старшего поколения ждут благодарности за все что они сделали и при этом не несут никакой ответственности за проблемы которые они оставили будущим поколением молодежь только и хочет что пить алкоголь и шляться по вечеринкам нет не притворяйтесь что вы тоже так не делали лол мне 64 года и я так устал слушать как люди моего возраста ноют по поводу того как сейчас живут молодые когда мы были детьми мы вели себя явно не лучше в телефоне не так уж и сложно разобраться дело не в том что никто больше не разговаривает просто никто не хочет разговаривать именно с тобой хватит подслушивать я не подслушиваю это просто ты говоришь громко потому что ты глухой а я нет мой отец ты что-то там услышал сидя в своей комнате и не понял до конца о чем я на самом деле говорил я я точно знаю о чем ты говорил потому что тебя слышно с другой стороны дома что я впустую трачу свое предназначение как женщины потому что не хочу иметь детей сейчас никто не хочет работать мы хотим работать но не за нищенскую зарплату просто начни экономить сможешь купить дом в кратчайшие сроки в мое время мы работали за минимальную зарплату и все равно могли позволить себе купить дом я так бомбанул когда мне сказали просто посчитать чтобы в этом убедиться я посчитал указал на их ошибку но они и атаки не признали лол что мы сами ничего не можем починить а потом нас просят починить им вайфай настроить их новый телефон и выяснить почему их компьютер работает так медленно мы можем многое просто у нас другой набор навыков у меня отец такой без шуток 18 лет я не знал как поменять колесо на своей машине он никогда не учил меня этому отец возмутился этому и сказал чтобы я сам разобрался не прошло и десяти минут как у него вырубился вайфай и он попросил меня починить его я сказал ему чтобы он сам в этом разобрался меня бесит то что мы прошли путь от момента когда в подростковом возрасте я завел аккаунт facebook и мои родители говорили мне не верь всему что видишь в интернете до того что теперь они присылают мне какие-то медицинские исследования из непроверенных неблагонадежных источников а потом бесятся когда мы начинаем заниматься фактчекингом и чтобы доказать что они не правы у нас уходят от пяти секунд до пяти минут в наше время мы уважали старших если хочешь купить дом тебе просто надо работать как я в свое время да но я не зарабатываю 50 процентов от стоимости дома в год как ты просто найди что-то где тебе будут больше платить на днях мне задали вопрос так почему ты все еще не замужем я ответила что если бы я встретила кого-то за кого стоило бы выйти замуж что вышло бы лучший ответ на такой вопрос трудности с цепочкой поставок я недавно сказал это на одной свадьбе своим родителям и дальним родственникам к тому же я добавил но знаете со всеми этими санкциями к сожалению мне пришлось объяснять шутку что немного подпортила ее ценность нынешнее поколение молодежи неженки не привыкшие к тяжелой работе алло вы же нас вырастили в чем наша вина мой парень работает в дорожном сервисе выезжает на вызовы при авариях на дорогах буквально на этой неделе он выехал на вызов поменять колесо чел которого он встретил оказался отцом владельца машины и он сказал моему парню мой 18-летний сын даже не знает как поменять колесо чувак это ведь твой сын может быть тебе стоило бы его этому научить и если на то пошло почему ты сам его не поменял просто нажми на паузу это dark souls мам здесь нельзя нажимать на паузу на самом деле мне кажется что чаще я говорю это своей жене а не маме мне 32 года так что я не молодая и не старая но мне точно неприятно слышать всякую чушь вроде той что сказал отец моего парня когда он узнал что мой парень и его брат пьют чай он сказал следующее а я и не знал что я воспитал трех девчонок а что блять не так с чаем британская империя в свое время попивая чайок захватила половину земного шара они все время осуждают и грубят я работаю в ресторане и могу поклясться что молодые люди намного вежливее и проще в то время как пожилые совсем нетерпеливы хотя они уже на пенсии они часто отвешивают расистские сексистские и гомофобные комментарии делают замечания по поводу внешности и ведут себя так будто они лучше молодого поколения просто потому что они живут дольше подтяни штаны и впахивай дружище я работаю 60 плюс часов в неделю но цены продолжают расти а зарплата нифига я в буквальном смысле не могу позволить себе поменять работу изменить жилищные условия купить более экономичный автомобиль или пойти в колледж на самом деле у меня нет выхода вся эта чушь про больше работы и у тебя все получится не имеет смысла я буквально нахожусь в ловушке бедности я постепенно медленно выбираюсь из нее но процесс будет длиться очень долго если не появится какая-нибудь другая возможность старик учеба в колледже больше не стоит столько же сколько бургер в маке я представитель старшего поколения миллениалов у меня хорошая работа собственный дом я женат и у меня двое детей сейчас 2022 год и по крайней мере в половине случаев когда я слышу как кто-то старше меня говорит о миллениалах речь идет о людях которым сейчас столько же лет сколько было моим ровесникам 22 года назад когда наступило новое тысячелетие тебе стоит купить дом и остепениться черт возьми я пытаюсь каран если у вас получилось купить себе дом 60-х годах за 40 тысяч и ведро черники причем в ход пошла зарплата мужа а ты сидела дома и была мамой а в этом году вы продали его за 600 тысяч и выше на пенсию это не значит что у нынешнего поколения есть такая возможность все совсем по-другому так что просто заткнись свои 55 лет меня все еще задалбливают мои родители говоря мне найти хороший церковный дом смысле какой такой церковный дом ну типа присоединиться к церкви и стать частью церковной семьи в твоем возрасте у меня уже было пятеро детей и двое внуков или моя внучка твоя ровесница и у нее уже трое детей когда же ты подаришь своей маме внуков мне 30 не то чтобы я старая но уже не молодая но такого рода замечания от людей старшего поколения меня уже задрали я так устал от пожилых женщин которые так говорят мне кажется мне не исполнилось и 18 когда они начали мне все это высказывать причем они не принимают никакой другой разумный ответ кроме как я работаю над этим ответы может быть позже или я делаю все возможное чтобы построить хорошую карьеру до рождения детей или мы сейчас экономим вызывают у них злость и в ответ я сразу слышу всякую чушь о том что дети ничего не стоят что я старею что женщины рождены для того чтобы быть матерями или что-то в этом роде и вот тогда я уже перехожу на грубости простите конечно хотя можете не прощать устал слышать оправдание тому что с 30 лет они не научились ничему новому типа бро компьютеры существуют уже 30 лет а ты до сих пор не знаешь как им пользоваться единственное оправдание которое у тебя есть это лень мне 44 года но я все еще чувствую себя молодым я устал слышать практически все что говорят люди моего поколения я не понимаю как все вокруг вдруг превратились в своих родителей никто больше не хочет работать во первых никто никогда не хотел работать именно поэтому работа называется работой а не веселухой во вторых возможно дело в том что никто не хочет работать на вашей работе на должности в заявке которой написано что это стартовая позиция но при этом чтобы получить ее у вас должно быть пять лет опыта и диплом магистра а также способность работать 12 часов в день за минимальную зарплату я уже устал слышать всякое в духе у молодых не может быть боли в спине а также любой другой боли или другого физического недостатка типа чувак я бы хотел чтобы 20-летний возраст сделал меня автоматом неуязвимым для различных травм но человеческое тело устроено вовсе не таким образом люди старшего поколения постоянно пытаются сказать всем кто моложе их что они не знают что такое старость 35-летний черт я стал чувствовать усталость по утрам теперь после физической нагрузки мои мышцы болят сильнее чем раньше 55-летний ты думаешь что ты старый ни черта ты не старый это я старый ты думаешь что это старость но подожди пока ты станешь таким же старым как я они как будто гордятся тем что старше вас и что у них больше болячих чем у вас хотят поставить вас на место за то что вы только лишь посмели предположить что из-за возраста заметили разницу в работе своего организма мне 29 лет я устал от того что пожилые люди говорят мне что я пойму что такое боль в суставах и усталость когда стану старше я инвалид у меня хроническая болезнь с рождения больные суставы типа здорово конечно что все ваши проблемы со здоровьем результат вашего возраста но у меня это боль уже давно и с возрастом она будет только ухудшаться какие мы чувствительные я оставила комментарий к видео на youtube назвав гей пару милой а какой-то ебучий бумер перешел на мой канал и начал оскорблять меня типа по его мнению из-за этого я чрезмерно чувствительная видео игры это пустая трата времени говорит бумер сидящий в телефоне на диване и включивший на фоне fox news я устал слушать то как они жалуются на призы выдаваемые только за участие мне дали такой приз средней школе и сказали что надо ценить то что я его получил я не хотел его брать я знал что не сделал ничего чтобы заслужить этот трофей я убрал его в шкаф и забыл про него людям нравится все время ворчать о том что призы выдаваемые за одно лишь участие в конкурсе испортили детей но ведь именно взрослые решили раздавать такие призы представьте себе весь уровень маразма сначала говорить вот тебе награда за то что ты в принципе существуешь а потом сразу же вас кретинов нужно награждать за то что вы просто существуете когда ты станешь старше ты согласишься со мной если ты старше это не значит что ты всегда прав или что ты знаешь причины всех проблем в моей жизни ты вырос другое время с другими проблемами и другими социальными взглядами твои проблемы могут быть похожими на мои и ты можешь быть прав в некоторых случаях но это не повод отвергать этой фразой каждый логический довод который я делаю против твоих убеждений большое спасибо за просмотр в комментариях под видео молодежь напишите что вы устали слышать от старшего поколения и не забудьте посмотреть наши другие выпуски пока